Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором всегда есть что посмотреть по танкам, особенно если в игре что-то появилось. И в игре появилась рулетка с розыгрышем на СТ-62, вариант 2. Я бы сказал, что это апнутая версия 274А, и я предлагаю сначала обсудить сам танчик, потом покрутить рулеточку, ну а после того, как покрутим рулетку, вне зависимости от того, достану я его или нет, обязательно выкатим его из ангара, в крайнем случае на каком-нибудь другом моем аккаунте. Итак, ребят, давайте будем обсуждать, почему я сравниваю именно эти два танчика, и почему я считаю, что это апнутая версия 274А. Сейчас вы видите на своих экранах, как выглядит броня у СТ-62, вариант 2, если вы позволите, буду называть его просто 62-ым. Как вы видите, оранжевенький, есть немножечко брони во лбу, ну а здесь действительно худосочно. Но, ребята, если посмотреть на 274А, они очень похожи по своим корпусам, гораздо лучше забронирована башня, но при этом корпус гораздо мягче. Стоит также отметить, что у 274-го довольно-таки длинный корпус, и если сравнивать его с 62-ым, то, как видите, здесь такой себе обрубок, что позволяет довольно часто не расторговывать своей кормой, когда вы пытаетесь скрыться, допустим, за каким-нибудь зданием. Поэтому то, что вам вдогонку в корму прилетит, играя на СТ-62, вариант 2, действительно шансы гораздо меньше. Теперь в отношении технических характеристик. Как видите, почему, опять-таки, апнутая версия, потому что здесь 2347 единиц ДПМа против 2000 у 274-го. Уровень пробития здесь похуже, но в целом его можно улучшить, и я бы сказал, что в таком случае плюс-минус как-то сравнивайтесь. Ну и если мы говорим о том, что орудие менее альфовое, здесь с вами соглашусь, 280 единиц урона за выстрел, это вам не 310, но с другой стороны, у вас время перезарядки, грубо говоря, там 8 секунд, при том, что более 9 секунд перезарядка у 274-го. Поэтому в отношении орудия, мне орудие больше нравится как раз на СТ-62, и здесь, по-моему, спорить не о чем. Сведение, разброс, все остальные цифры в край одинаковые, да, отличается угол склонения орудия, минус 6 у СТ-62, который у нас в рулетке, против 7 градусов склонения у объекта 274А. Но поверьте, эту разницу вы не прочувствуете абсолютно. Также вы не прочувствуете разницу, хотя по цифрам она видна, в отношении динамики и подвижности машины. Единственное, что чуть-чуть не хватает возможности откатиться назад. 18 против 20 здесь уже плюс-минус как-то ощутимо. Но в целом тоже очень рядом лежат машины, и сказать, что прям существенная разница, я не могу. А вот в отношении результативности данной тачки, давайте посмотрим. 55 против 56. Вы видите разницу? Я, в принципе, тоже практически не наблюдаю. Поэтому можно сказать, что эти танки между собой просто безумно похожи. Если вы являетесь владельцем 274-го, то, наверное, 62-й вам не есть необходим. И, скорее всего, вас ничем не обрадует и не заинтересует в отношении каких-то новых впечатлений от боев. Ну что, давайте покрутим и обязательно выкатим из ангара. В отношении стоимости рулетки, значит, по стоимости здесь, в целом, я бы сказал, все довольно-таки дорого. Легендарного внешнего вида на данную тачку нет. Поэтому мы не будем говорить с вами в отношении двух последних прокруток. В лучшем случае, если тачка вам выпадет до 16-го прокрута включительно, вы за все вместе заплатите 12 787. Делайте еще один прокрут и 17 круток вам обойдутся уже в 15 537. А полная стоимость рулетки, все 18 прокрутов, стоит 17 537 золотых монет. Я лично считаю, что для восьмерки это действительно очень дорого, а сам СТ-62, забегая наперед, не сильно вас порадует, потому что не является какой-то уникальной тачкой. Это просто средний танк Советского Союза 8-го уровня без каких-то дополнительных приколов и интересных моментов. В отношении того, что положили в рулетку, думаю, сами разберетесь. Если кратко, то самое ценное, наверное, ребят, барабаны, из которых, возможно, вам выпадет какой-нибудь шарик, за который вы что-то неплохо получите. Есть 6 контейнеров мистических, 2 собери их все и 2 контейнера мега. Все. Остальное я лично не считаю прям каким-то жиром или чем-то ценным. Ну, разве что Теслаган и то с очень большой натяжкой. В отношении внешнего вида, который положили, то здесь сияющий графен. Ну, а я, честно говоря, этот, извиняюсь, графен не сильно понимаю в принципе. Да и плюс к тому, это не легендарный внешний вид для данного танка. Ну что, поехали. Давайте начинать крутить. Два раза повторяется прокрут по 62 золотых монеты в честь названия танчика. СТ-62, вариант 2. Ну и теперь посмотрим, за сколько данную машину я себе заберу. Если что-то выпадет из контейнеров, будет совсем круто. И можно будет сказать, что я вышел в ноль, если заберу какую-нибудь восьмерочку или компенсацию за нее. 1500 голды. Спасибо вам большое. Спасибо. За 62 золотых получить полтора косаря, по-моему, довольно неплохо. Ну что, забираемся. Открываем следующий. Ну, да, еще мистический сертификат и будет вообще бомбический. Нет. Ну а этот ловец не является тем, которого можно обменять, к сожалению, на 10 тысяч золота. И это, честно говоря, немножко грустно. Было бы лучше, если бы десятка сейчас упала. Было бы вообще бомбей. 200 голды. Того получается 1700 с одного прокрута. Пока можно сказать, что везет. Я не могу сказать, что для меня этот прокрут был явно неудачным. Пока вышел в существенный плюс, а значит продолжаем крутить однозначно дальше. СТ-62 вариант 2 на моем основном аккаунте отсутствует. Он появлялся один раз в ивенте, и там необходимо было донатить реальные деньги. Да и из тех машин, которые тогда выложили, а их там было три, СТ-62 на меня произвел, ну, я бы сказал, не то что наихудшее впечатление, но впечатлил меня меньше остальных. Поэтому за СТ-62 вариант 2 я лично никогда не гонялся. Я был бы не против, чтобы он выполнил из какого-нибудь контейнера или купить его где-то по скидке, а кручу данную рулетку исключительно для того, чтобы вас, дорогие зрители, порадовать видео это во-первых, но во-вторых показать, как оно действительно происходит, если данную рулетку крутить, и какие, скорее всего, шансы у вас из этой рулеточки что-нибудь достать. Ну что, продолжаем. Открываем еще три мистических контейнера. Пока меня все радует. Пока без всякого дешманства. Мистический контейнер второго уровня. Ну что, давай, давай мне! Давай мне аватар или дай мне мистик! Нет, говорит, на тебе. Семь тысяч свободного опыта и все, ГСН можешь быть свободен. Больше тебе не надо. На сегодня твое везение с мистическими контейнерами, скорее всего, закончилось. Но... Тоже ничего. И третий контейнер. Давай. Ну, обрадуй меня, блин! 200 голды. Лучше, чем ничего. Лучше. Хотя бы что-то вернулось назад в копилку. Крутим следующий прокрутик. Скорее всего, сейчас будет свободный опыт, либо серебряндия. Там самые высокие проценты по выпадению. И они суммарно забирают более 50%. Собери их все. Я удивлен. Я удивлен этому прокруту рулетки. Ну, серьезно. Так, по талисманам у меня... Ах, еще пахать и пахать. 434 золотых монеты. Что за них получу? Ну, давай мега-контейнеры, что ли. Слушайте, они меня слышат, по-моему. По-моему, меня палят. По-моему, я сижу на прослушке, ребят. 250. Ну, маловато. Маловато. Я сейчас рассчитывал получить какой-нибудь жирный жир, но, блин... И на том спасибо. Могло и того не быть, правильно? 496 голды. Еще один. Да ладно? Да ладно? Ну, с одной стороны, это, конечно, очень хорошо, с другой стороны, очень грустно. 350 золотом и мистик. Почему грустно? Потому что дальше прокруты становятся дороже, а мне за эти дороже прокруты будут выпадать самые дешевые награды из рулетки. Поэтому, честно говоря, грущу немножко. 100 золотом. Ну, блин, обидели. Обидели меня мега-контейнеры в этот раз, причем существенно обидели. Пишите, ребят, в комментариях, как вам мега-контейнеры и насколько вам жирно из них что-то падало или продолжает падать. Мне будет интересно почитать ваше мнение. Пытаюсь понимать, насколько у меня все плохо или, наоборот, насколько у меня все хорошо. Только пишите честно. Пожалуйста, не пишите, что вам выпало там полмиллиона золотом и сразу 20 танков 10 уровня. Пишите все, как было по-настоящему. 624 голдовых. У меня целых два раза можно забрать по, ой-ой-ой, ничего себе, 50 тысяч серебром, 2000 свободного опыта. Забираю иксы. Окей, хорошо. 10. 10 копеек. 10 копеечек стоимость просмотра одной рекламочки. Вот такие прокруты вообще не жалко делать. Что бы сейчас не выпало, все равно буду в плюсе. 2000 свободного опыта. Предложили бы купить, купил бы, серьезно. За 10 копеек вообще с легкостью. 999. Знаете, как в дешманском супермаркете, там, где все цены заканчиваются на девятки жесткие, так и здесь. Так, чтобы, не дай бог, циферка в тысячу тебя не пугала. Тебе говорят 999. Все нормально. Не так уж и дорого. Бери, не пожалеешь. Так, внешний вид не нужен. Ну, реально, объективно, не нужен. Тем более, за такую цену, я думаю, вы понимаете, что за эту стоимость можно порой купить легендарный внешний вид для какого-то танка. Ну что, лото-барабаны? Давай, давай, родимые, подай синего цвета шарик. Пожалуйста, синего цвета нет. Номер 27. Ну, посмотрим. Мало ли, может, 27-й как раз и выберут на прямой трансляции 25-го числа, как самый фортовый и самый дорогой. И восьмерочка еще падает. Восьмерка. Это, конечно, хорошо. Но лучше была бы единичка, двойка или тройка синего цвета. 1710 за прокрут. Тут едем, друзья мои, дальше. Пока... Пока ухожу просто в минус. Пока просто приближаюсь к СТ-62. И окупа, как такового, нет. Да, мне падала голда. Слава богу, выпала полторуха из одного из контейнеров. Это очень жирно поддержало копилку. Но, к сожалению, не могу сказать, что я заберу СТ-62 по цене, которая меня реально устраивает и во сколько я его объективно оцениваю. Все, ребят, на этом контейнеры в рулетке закончились. Но не закончилась сама рулетка. Осталось буквально 3 прокрута. Очень надеюсь, очень надеюсь, что заберу его хотя бы не с последнего прокрута. Но хоть чуть-чуть дешевле. Отдайте мне его, пожалуйста. Талис... Этот... Теслаган, господи. Талисман, говорю. 2750. Сейчас 100% будет вот этот кокос анимированный. Нет? Я сэкономил, ребят. Я сэкономил. Поздравляйте меня все, кому не лень. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу прокрута рулетки и насколько вы считаете, что рулетка для меня лично удалась. Теперь давайте посчитаем. Хотя бы приблизительно. Мне выпало, грубо говоря, там давайте округлим до 2000 голды. Значит, 15500 и минус 2000. 13500. Мне обошелся. СТ-62. Вариант 2. Поскольку легендарного внешнего вида на него нет, то каму сейчас одевать не будем. Не будем тратить на это время. Быстренько переставляю все так, как мне нравится. И давайте будем обсуждать машину, уже стоя в ангаре. И обязательно выкатывать ее из ангара, для того, чтобы посмотреть, на что она способна. Голды насыплю чисто от балды. Просто, чтобы не тратить время. Потом выровняюсь. Я думаю, что от того, что у меня будет какое-то неточное количество снарядов, хуже мне не станет однозначно. Быстро открываем все оборудование и выставляем так, как оно у меня стояло на пресс-аккаунте. Там, где я в свое время тестировал этот танк, еще до того, как он появился в игре. Да, мне предоставляют разработчики танки для теста. И я заранее имею возможность снимать обзоры, допустим. Ну и сформировать свое собственное мнение по поводу тачки. Почему ставлю на броню? Объясняю. Брони нет, в принципе. Там есть неплохая приведенка, но она не всегда срабатывает. Но если поставить, допустим, улучшенную сборку, то вы получаете всего лишь 52 единицы по хп, которые на восьмом уровне расторгуются очень быстро. И я бы не сказал, что действительно на что-то влияют. Поэтому я решил остановиться именно на улучшении брони. Глядишь, может быть где-то там, с вероятностью каких-то полпроцента, мне чаще будет прилетать непробитие, нежели будет прошиваться мой корпус или башня. В отношении всего остального все по стандарту. И теперь давайте будем смотреть на ТТХ по орудию. Что у меня получилось? У меня получилось 7,5 секунд время перезарядки, 3,4 время сведения. Этому показателю я уделил 2 слота в оборудовании, потому что это действительно того стоит. В отношении разброса все вполне божески. 2300 неполных единиц ДПМа, который действительно очень сложно реализуется на данном танке. Пробитие 185. 185 для 8 уровня это уровень плинтуса, а то и ниже. Поэтому вот здесь в оборудовании сразу переключаем на калиброванные снаряды. Я не претендую на звание самого умного танкиста, я не киберспортсмен, я не статист, я обычный танкист, но даже я обычный танкист понимаю, что 185 это очень мало. Поэтому ставим так, чтобы было 200 по пробитию и при этом накидываем 280 единиц урона. Как я говорил, угол вклонения орудия вниз минус 6, и это действительно не самое приятное орудие в отношении того, чтобы отыгрывать где-то на неровностях. Вот такой вот танчик у нас получился, с учетом того, как мы его укомплектовали, а теперь давайте убедимся в том, что мы попадем в обычный бой, а не в какой-нибудь Мэтт Геймс. Ну и, соответственно, поехали его тестировать. Ну что, друзья, поехали. Я не поеду с легким танком по одной простой причине, потому что там, ну, очень, очень большие горки, и с моим углом вклонения орудия вниз из-за горок, из-за этих, я нормально отыгрывать не смогу. Я попытаюсь сейчас проехать немножечко низом, подожду, пока будут какие-то засветы от союзников, ну и попытаюсь поработать на каком-нибудь расстоянии от соперников, а пока давайте будем осуждать подвижность. По подвижности обычный, типичный средний танк, ничего уникального, ничего удивительного, просто едет, да и слава богу. В отношении времени сведения, в отношении точности. В целом, я бы сказал, очень приятно и вполне себе даже комфортно. Вы действительно можете выцеливать своих соперников, действительно можете точно попадать в серые зоны, да, безусловно, не всегда, иногда игра будет давать какую-то неприятную открутку, но я бы не сказал, что это происходит настолько систематически, чтобы из-за этого приходилось плеваться. Так, по-моему, меня подловили, надо отсюда потихоньку сваливать. С места срывается машина очень туго, поднимается под горки, тоже не очень бодро. Соответственно, ребят, будьте готовы к тому, что принимать решение о том, чтобы куда-нибудь дать дёру, необходимо заранее, а не в последний момент, тогда, когда вы понимаете, что, ну, прям очень сильно запахло жареным. Вынесли нашего союзника, это не очень хорошо, угла склонения, как видите, не сильно хватает, но всё-таки, но всё-таки как-то, нежели вообще никак, потому что минус 2, это существенно хуже. Хотя, таких и танков-то не так уж и много. Хода назад, как вы видите, не сильно достаточно, как я и говорил, вроде бы бодро, вроде бы нормально, но в то же время хотелось бы, чтобы было быстрее, потому что вот в таких игровых ситуациях ты вроде бы чувствуешь себя, играя на каком-то лёгком танке, потому что танчик реально очень маленький. Давай, гаси его. Реально очень маленький, создаёт впечатление именно лёгкого танка, а не среднего, но при этом всём передвигается именно как средняк, причём такой, знаете, средняк увесистый, а не тот, который шустро-быстро может где-то как-то бегать по карте. Короче говоря, если, забегая наперёд, подбивать итоги в отношении годности данной тачки, то я бы больше хотел заиметь данную машину из какого-нибудь контейнера, из которого забрал бы данную машину себе по какой-нибудь бросовой цене, ну, знаете, типа там купил за 2,5 тысячи каких-то 5 контов или каких-то 3 конта и из них тебе выпало. Или в рулетке в виде нагрузки к тому, что ты и так из рулетки забрал. Тогда да, тогда окей, тогда приятно, тогда хорошо, тогда великолепная машина. Если говорить о полной стоимости в 13,5, в которую мне эта тачка обошлась, особенно с учётом того, что легендарный внешний вид для данной машины не предусмотрен в принципе, то я лично считаю, что 13,5, даже 13,5, хотя могло быть и дороже, это всё-таки дороговато. В отношении объективной цены на данную машину я бы не оценивал его дороже 7,5 тысяч в голом состоянии. Ну, а цена формируется очень просто. Насколько машина годная? Ну, в целом, нормально, я бы не сказал, что идеально, далеко не имба, но в то же время по фанницам периодически можно, и это позволяет делать хорошее качественное орудие. Во всём остальном машина абсолютно ничем не впечатляет, но это всё-таки восьмёрка, и, соответственно, на восьмёрку ценник может быть ниже, но тогда, когда ты покупаешь уже не танк, а, я бы сказал, какой-то породистый хлам. Так, адреналин мне в душу, сейчас попытаемся данного товарища переиграть, хотя я не знаю, получится это или нет, слава богу, сейчас пробил, думал, что он довернулся, и я не смогу его добрать, но вот сейчас, мне кажется, самое время. Есть! Делаем ещё один фраг, ну и теперь поехали искать оставшихся, хотя у меня 318, поэтому, наверное, немножко обожду. Такс! Ну давай! Вылазь! Повезло тебе! Повезло! Я думал, ты будешь немножечко выше башенкой проскакивать, ну и, соответственно, он мне получится тебя пробить. Но не повод расстраиваться, даже если он меня сейчас вынесет, что, в принципе, возможно, потому что 318 единиц по ХП не так уж и много, а у соперника довольно-таки уронное орудие, но, в любом случае, свой вклад в победу я сделал, какого-никакого урона набросал, я думаю, что более 2000 урона у меня получилось точно, по крайней мере, по ощущениям, в отношении того, что в бою происходило. Как тебе сейчас не повезло, братка, мне тебя так жаль, ты себе не представляешь. Я понимаю, насколько сильно он сейчас расстроился. Ну, реально, у него была возможность меня добрать, и, к сожалению, игра ему сказала «Прости, дорогой», но засранец успел перезарядиться. Повезло ему во второй раз, я, к сожалению, не успел. Опять-таки, я в отношении подвижности вопрос крайне, крайне шаткий, насколько данная машина является комфортной в этом отношении. Может быть, на каком-то другом танке у меня бы получилось все-таки успеть в то отведенное время, которое было в виде КД у соперника, выехать на горку, склониться и нормально выстрелить. Здесь же не хватило какой-то доли секунды, именно исходя из того, что под горку танчик поднимается действительно туговато, и в отношении динамики срываться с места, как я уже говорил, танк далеко не блещет. Ну что, досматриваем бой. Я так понимаю, что катка обещает быть долгой. Сейчас эти ребята тяжи будут пытаться найти средний танк на карте. Это действительно очень сложно. Ну и, соответственно, немножко времени уйдет. Но вырезать ничего не буду, как обычно. Никогда ничего не вырезаю, для того, чтобы вы видели все таким, какой она есть на самом деле. Итак, друзья, ощущения меня не подвели. 2285 единиц нанесенного урона, знак классности второй степени и два уничтоженных соперника. В отношении того, насколько данная машина подходит для того, чтобы фармить серебро. Да не очень она подходит. 59 тысяч, ну будем говорить, 60 тысяч серебром с учетом премаккаунта. И я бы не сказал, что это хороший заработок. С другой стороны, она забрала неплохо на себя пополнение боекомплекта, пополнение снаряжения и пополнение амуниции. Особенно пополнение амуниции. И как видите, здесь, ну, практически 20 тысяч серебром сожрало. Если бы играл без премаккаунта, то было бы 35 тысяч. Не считая, что это существенный заработок, особенно с учетом того, что бой не показался мне особо легким, безусловно, не был особо сложным, но все же. Это бой типичный для данного танка. И если вот такой бой будет у вас каждый раз, то плюс 35 тысяч серебром, это безусловно, не то же самое, что можно зарабатывать на других более хорошо фармящих машинах. Обязательно ставим лайк нашим союзникам. Спасибо им большое, что составили компанию в этом бою. Мне было приятно с ними покатать, они классно себе показали. Ну, а в отношении соперников, ребят, не жмотитесь. Ставьте лайки своим соперникам, тем, которые заняли лидирующие места в своей команде. Они старались, они пытались, они сделали все возможное для победы своей команды. И, как соперники, за это они достойны однозначно уважения. Уважайте других танкистов, и тогда вас тоже будут уважать. В отношении годности машины я, по-моему, рассказал уже абсолютно все. Спасибо большое за рекламу пилота. В отношении того, стоит ли крутить рулетку, принимайте решение самостоятельно. Я в данном случае забрал за один прокрут до последнего. Насколько это было выгодно, жду вашего мнения обязательно в комментариях. Пошел снимать следующее видео специально для вас и готовиться к вечерней прямой трансляции. Приходите на стрим, вместе пообщаемся, покатаем абсолютно бесплатно взводами. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.